Пришла весна 2023 года и нами было принято решение осуществить очередную поездку в Армирскую область. В поисках небольшого домика с небольшим бюджетом. Мы выехали 6 мая, ближе к полудню. На дорогах уже скопилось достаточно много машин. По трассе М4 Дон мы довольно быстро добрались до Турской области. А так как ехали в пятницу, тарифы на трассе М4 Дон были по цену выходного дня. И дорога нам обходилась уже на 30-40% дороже. Проехали 559 километров и осталось совсем немного. И вот спустя примерно 8-часовой дороги мы добрались до города Лиски. Заранее договорились и арендовали небольшой домик в центре, рядом с великолепным Владимирским собором. Домик мы сняли на 7 дней, по 1000 рублей за сутки. Это было самое выгодное предложение на тот момент. Домик внутри оказался очень уютным, с хорошей кухней, двумя комнатами и своим узлом. Ранее мы уже примерно ознакомились с предложениями о продаже недвижимости в Лиске. И в наш бюджет ничего подходящего не было. Остановились мы там из-за хорошего расположения относительно других населенных пунктов Воронежской области. Из радиуса поиска, который мы ранее определили. На следующий день мы выехали на осмотр домиков в небольшой городок с населением чуть более 30 тысяч человек. Он находится примерно в 50 километрах от города Лиски. Первым мы решили посмотреть дом с отличным расположением, почти в центре города. Из недостатков можно отметить, дом шлакоцементный, обложен кирпичом. Есть несколько небольших трещин. Одна стена дома находится в покрасной линии соседского участка. Из плюсов это расположение совсем рядом лента, пятерочка, фикс прайс и множество других магазинов шаговой доступности. Также есть гараж с ямой, участок 6 соток. Цена за этот дом составляет 1 миллион 750 тысяч рублей. Также посмотрели дом за 1,5 миллиона, но в подвале было много воды. Потом заехали посмотреть со стороны дом, который нам понравился, но дозвониться до продавца мы так и не смогли. Выдвинулись в Лиски для обдумывания и подбора возможных других вариантов. Решили проехать по другой дороге, ведущую в Лиски, и много раз пожалели. Вначале нам пришлось проехать по понтонному мосту через реку Дон, а дальше километров 30 ехали по сильно разбитой дороге со скоростью не более 30 километров в час. На следующий день в том же городе мы посмотрели дубовый дом, обложенный новым кирпичом. Потом посмотрели еще дом, тот что слева это шлакоцементный дом, обложенный кирпичом. Дом и двор в 6 соток, очень ухоженный. Домик нам понравился, но были значительные трещины по стенам и потолку. Фундамент также имел трещины. Уточнили стоимость стягивания такого дома, и нам насчитали порядка 200 тысяч рублей без гарантии. Мы решили отказаться от этого варианта. Заехали на находящийся рядом освещенный родник с купальней. Субтитры создавал DimaTorzok Познакомились вот с такой симпатичной местной жительницей. Немного подумав, посмотрев разные предложения о продаже домов на Авито, мы решили вернуться к первому варианту. Положительное решение было принято в основном из-за расположения дома, но предстояло очень много работ. Это снос старого полуразрушенного сарая, сносы и постройка входной группы, капитальный ремонт внутри дома, замена окон, очистка участка от мусора. Нужно было выкопать новый септик, так как старый был совсем негодный. Сторговались на полтора миллиона и на следующий день решились на сделку. Заехали в МФЦ, подали документы на перерегистрацию, следом заехали в Сбербанк и открыли аккредитив. Переоформление дома и участком МФЦ стоит 2300 рублей, а открытие аккредитива Сбербанке 2000 рублей. Все услуги оплачивались нами. Сроки оформления обещали до 9 рабочих дней. Вернулись в Лиске и стали ожидать. Времени было полем, а так как в 3 километрах протекает река Дон, а я с собой вожу небольшой спиннинг, чтобы как-то скоротать время, пару раз съездили на рыбалку. Ловили на обычного земляного червя, накопанного в огороде. За время рыбалки удалось поймать с десяток небольших беречков, это Донской Ёрш, по слухам из которого очень любил уху Петр Первый, а также поймали небольшого Сомика. Он достаточно глубоко заглотил крючок и при вытаскивании крючка был сильно поврежден, поэтому решили его не отпускать. Прошло 3 дня с момента подачи документов на регистрацию и нам поступила информация о том, что на дом и землю есть пара ограничений, связанные с защитной зоной объекта культурного наследия регионального значения. Мы съездили в Росреестр для подтверждения этих данных. Данные подтвердились, мы связались с продавцом и решили остановить сделку. За пару часов решили вопрос с прекращением переоформления права, закрыли аккредитив и немного в печали поехали до дома в Лисках. Вечером, просмотрев несколько объявлений, наткнулись на новое объявление о продаже дома в 65 квадратных метров с участком 17 соток. Решили на следующий день поехать посмотреть. Приехали чуть раньше хозяев дома, внешне нам он понравился. Это рубленый дом, обложенный силикатным кипячом. Правда смущал год постройки 1930-й и совсем небольшой отступ забора с одной стороны от соседей. Оказалось, эти дома строили отец и сын и потом уже родственники так разделили участок. Один из сараев выглядит достаточно добротно, из красного кирпича, из него получится неплохая мастерская. Второй сарай также в хорошем состоянии, но уже из дерева и обшит железом. Дом обложен силикатным кирпичом еще в 90-х годах и выглядит добротно. Двор позволяет загнать до машину и при желании построить гараж. По соседству дом с одной стороны заброшен и никто давно в нем не живет. Дом имеет две холодные пристройки, большой просторный подвал, аккуратную кухню. Небольшой санузел с ванной и три комнаты, 8, 14, 19 квадратных метров. Чердак с виду в хорошем состоянии. Крыша перекладывалась в 90-х годах. Посмотрев дом, мы берем паузу и едем в Москву для разбирания. По итогу мы решаем купить крайне осмотренный дом и уже через неделю едем на сделку. И об этом в следующем ролике.